В Киеве открылась первая и пока единственная детская футбольная арена. Новый стадион имеет уникальное для Украины техническое оснащение. В чем его особенность, узнаем от Юлии Жешко. Три, два, один! Звезды футбола, зрители и красная лента. Это открытие первого в Украине детского профессионального стадиона. Мы основали футбольный клубливый берег в прошлом году. В середине я дал слово, что мы будем шукать возможности побудовать свой стадион. В середине была такая идея на папере. В сентябре мы начали строительство. Стадион построен по последним технологиям. Освещение, водоснабжение, трибуны и покрытие отвечают евростандартам. Вместе с господином Лавренко мы разбирали и создавали по новой это поле. И оно, поверьте, самое лучшее на рынке. По покраске, плотности материала и длительности использования. У нас общее видение развития футбола. Покрытие нового поколения очень мягкое. Это позволит молодым футболистам избежать травм. После окончания официальной части началась игра. Сборная детской лиги «Эвкалевый берег» против звезд украинского футбола. Я думаю, что сейчас «Левый берег» покажет. Подавите, казалось, кляшникам, капитанам, право, раздельки. Победа все же досталась профессионалам с минимальным преимуществом 1-0. Очень приятно выйти на такое хорошее поле, на такой стадион, поиграть с молодежью, с молодыми ребятами. Это наше будущее. И действительно сегодня радуется душа. И чувствуется, что человек, который живет футболом, приложил максимум усилий. Затем на поле вышли взрослые, во главе с президентом клуба. Зрителей на стадионе становилось все больше. И хотя стадион может принять 500 болельщиков, пришли не менее тысячи. В итоге, боевая ничья 2-2. Сегодняшней игрой остались довольны все. Более тысячи зрителей, профессиональные футболисты и, самое главное, дети. Говорят, что даже погода благоволила сегодняшнему матчу. После матча президент клуба пообещал, стадион будут постоянно совершенствовать. Кроме подаренного детям праздника, спонсоры сэкономили деньги налогоплательщиков. И продемонстрировали украинским чиновникам, что футбольное поле можно построить значительно дешевле и закупить качественное искусственное покрытие европейского производства. Стоимостью около 10 евро за квадратный метр. Вместо приобретенного чиновниками искусственного покрытия производства завода FFU стоимостью от 16,5 евро. Ранее стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство касательно злоупотребления властью председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко и других служебных лиц. В ходе досудебного расследования должны были быть выяснены причины закупки за бюджетные средства искусственного покрытия для футбольных полей производства завода FFU. По завышенным ценам. Юлия Жешко и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.